Казанские ученые нашли новый способ лечения сложных переломов и псевдоартрозов. Специалисты лаборатории генной и клеточной технологии Казанского федерального университета разработали уникальный препарат, который ускоряет рост костных тканей и сосудов. В первую очередь он поможет людям, страдающим псевдоартрозом. Проще говоря, это осложнение после перелома, в результате которого на костной ткани образуется нарост. Псевдоартроз лечат хирургическим путем, вживляя, например, деминерализованную кость животного, которую организм не всегда в состоянии принять. Казанские ученые предложили комбинированный способ лечения внедрения деминерализованного костного матрикса в сочетании с генным препаратом. Принцип заключается в том, что мы вводим в клетку человека новую генетическую программу. Это как вставить дискетку. Клетка эту программу считывает и, согласно этой программе, производит тот или иной белок. В случае препарата для лечения псевдоартроза мы запрограммировали клетку для синтеза. Один белок вызывал рост сосудов, то есть ангиогенез. Второй белок вызывал рост костной ткани, остеогенез. Таким образом, мы стимулировали в месте травмы, то есть в месте, где нужно было заместить костный дефект, рост костной ткани, но в то же время и рост кровеносных сосудов, чтобы они поставляли питательные вещества, необходимые при любом процессе жизнедеятельности и особенно при регенерации. Многочисленные исследования на клетках и животных доказали безопасность и эффективность генного препарата. Он не вызывает побочных эффектов и годен для лечения людей. Пациенты Республиканской клинической больницы Татарстана первыми в мире опробовали инновационный метод лечения. Медики и ученые продолжают следить за их восстановлением. Проводятся исследования на отдаленных сроках. То есть мы смотрим, как хорошо эти пациенты чувствуют себя уже после операции на значительных сроках после операции, но предварительные данные показывают о высокой эффективности разрабатываемых нами технологий. В будущем мы планируем провести полномасштабные клинические исследования и надеемся, что уже на базе в том числе и университетской клиники медсанчасти КФУ внедрять подобные методы генной и клещной терапии в клиническую практику. Теперь в планах провести полномасштабные клинические исследования, после чего разработку ученых КФУ планируется внедрить в постоянную практику университетской клиники.